ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И чтобы телеканал мог свое вещание продолжать, мы и напоминаем постоянно о необходимости регулярно поддерживать союз своей посильной лептой. К сожалению, за прошедший февраль мы получили от вас только 18 миллионов 317 тысяч рублей. Это, увы, почти на 10% меньше, чем необходимо. Наша задолженность практически перестала уменьшаться. На сегодня она составляет 15 миллионов 860 тысяч и 121 рубль. В том числе 750 тысяч рублей еще за август месяц. А начали приходить счета уже за февраль и март. Грустно еще и от того, что некоторые православные вместо поддержки посылают нас, например, к президенту. При чем тут президент? Сейчас, конечно, модно при любом неубранном, где-то кем-то вполне конкретным куче мусора, например, сразу же президенту писать. Но президент, по-видимому, нашим зрителям не является. А может и является. И, может быть, честно отправляет за просмотр свои 100 рублей в общую копилку, в отличие от некоторых. Поэтому давайте не будем кивать ни на президента, ни на кого бы то ни было. А сами все будем регулярно поддерживать союз своей посильной лептой. И очень важно, мы тоже всегда это повторяем, чтобы лепта эта была не разовой, а регулярной. Особенно призываем включиться в поддержку православного телевидения тех зрителей, кто еще пока в стороне. Каждой своей самой-самой скромной лептой. Вы все, кто поддерживает союз, несете поистине миссионерское служение всему миру. Каждый рубль, 10, 100 рублей – это вклад в продолжение вещания союза, в строительство нашей веры, в просвещение наших ближних. Благодаря вам союз будет жить и нести свою спасительную миссию по всему миру. А эту миссию мы стараемся нести не только непосредственно с телеэкрана. У нас выходит, если можно так назвать, печатная версия нашего канала – православная газета, которая публикует тексты многих наших программ. А такие программы, как «Архипастыри», «Беседы с батюшкой», они вообще расшифровываются практически все. Вот уже вышел девятый, это первый мартовский номер газеты, еженедельная, посвященный уже великому посту. Газету можно выписать с любого месяца на любой срок во всех почтовых отделениях России, включая Крым, по индексу 32-475. Кроме того, телеканал «Союз» старается присутствовать в интернете, в социальных сетях. Так, например, на Ютубе, куда мы выкладываем практически весь наш эфир, у нас 158 тысяч подписчиков. В «Контакте» 92 тысячи, в «Одноклассниках» 45 тысяч, в «Фейсбуке» 12 тысяч. И в «Инстаграме», который мы совсем недавно начали регулярно вести, пока чуть больше тысячи человек. Подписывайтесь, подписывайтесь на наши группы, следите за обновлениями программ, за самыми свежими выпусками программ, которые, ну, например, не удалось посмотреть по телевизору из-за того, что вы были на работе или чем-то были заняты, за жизнью канала, давайте обратную связь. Все это делается для вас. Напомню также, что вещание канала «Союз» и канала «Муссоюз» ведется в Яндекс.ТВ и на нашем сайте tvdefissoyuz.ru. Спасибо всем за то, что мы все еще есть. Пожалуйста, не забывайте помогать телеканалу «Союз» каждый своей самой малой лептой. Вы все, кто поддерживаете «Союз», несете весть о Боге и о спасении по всему миру. Снова и снова повторяю, что каждый рубль, каждые 10, каждые 100 рублей, не говоря про большие суммы, это вклад в продолжение вещания «Союза» и в строительство нашей веры, в просвещении наших ближних и, самое главное, в просвещении самих себя в первую очередь. Будем жить!